Продолжение следует... Сейчас я хотел бы, чтобы вы в этом чате поставили плюсики в знак того, что меня слышите и видите экран. Плеер вы включили и, соответственно, должны видеть то, что происходит у меня на мониторе моего ноутбука. Жду плюсиков. Есть небольшая задержка, но это ничего страшного. Все, плюсики пошли. Здорово, друзья. Посему я призываю всех вас внимательно слушать. Запись этой конференции идет. И даже если вы чего-то не поймете, или кто-то из ваших партнеров, может быть, здесь не присутствует, то он сможет посмотреть эту конференцию в записи. Но, тем не менее, для тех, кто будет здесь сегодня присутствовать, мы в конце нашей конференции вознаградим их и проведем дополнительный розыгрыш призов, который у нас принято проводить на каждом вебинаре. Ну да ладно, давайте уже к делу. Это все будет в процессе. А тема нашей сегодняшней конференции – это новые платежные механизмы в проекте Whole World. И, друзья, это действительно очень и очень важная и глобальная тема. Это не какие-то новые платежные системки, которые мы периодически добавляли в способы оплаты, а это действительно изменение буквально всего алгоритма работы платежных механизмов. Но давайте для начала вспомним, как у нас это работало изначально. Ну, не изначально, а долгое время на протяжении... Так, на протяжении сколько? Ну, наверное, года четыре мы работали с платежной системой WalletOne. И действительно, в тот момент, когда в 2013 году, если не ошибаюсь, мы начали сотрудничать с WalletOne, это был большой шаг вперед. И мы предоставили, таким образом, совершенно новую интеграцию и много новых способов оплаты нашим пользователям. Напомню, как это работало. Создавался на этапе регистрации аккаунта кошелек. Создавался он через специфическую форму привязки. Вот я тут даже для себя открыл базу знаний. Помните, да, вот эту форму привязки, которая, к сожалению, иногда барахлила. Не всем было понятно. Хотя вроде бы, казалось бы, что тут вроде все просто, да? Вот, но привязывался с помощью этой формы привязки кошелек и создавался как новый пользователь в системе WalletOne. И дальше все операции в нашей системе происходили с помощью... То есть давал пользователю разрешение на распоряжение средствами на своем кошельке. То есть программа наша могла удаленно совершать операции от имени пользователя с его кошелька. Ну, таким образом, либо она отправляла средства в качестве финансовой помощи другим пользователям на другие кошельки, либо списывала в счет оплаты каких-то услуг, если пользователь давал на это распоряжение. И до сих пор все это у нас работало. Действительно, WalletOne был очень неплохим вариантом, но до... До какого момента? До весны 2017 года. До этого года. Весной у нас WalletOne... Ну, вообще, проблемы у WalletOne начались намного раньше, если вы помните. Так, я вернусь сейчас к чату, чтобы с вами как бы так визуально быть. Если вы помните, то началось все это с того, что WalletOne, компания, видимо, в попытке следовать законодательству, там очень строго, ну, или, может быть, всего каких-то других факторов, начались интересные какие-то процессы, которые не могли понравиться нашим пользователям. Сначала возникла проблема верификации, то есть все пользователи там должны были проходить какую-то жуткую сложную верификацию. Для россиян еще это куда не шло происходило, для всех остальных было очень сложно, не говоря уже о гражданах зарубежных стран. Там у WalletOne поддержка хромает до сих пор и, наверное, никогда не будет хорошей. Хотя мы использовали WalletOne как международную платежную систему. Да, именно такие требования в первую очередь у нас в проекте должны к платежной системе предъявляться. Ладно. Верификация полбеды, да, у нас вроде как и без верификации можно было производить оплату. Следующая проблема началась, когда у WalletOne по каким-то причинам начались проблемы с переводами с кошелька на кошелек рублей, а также обмена доллара на рубли и обратно, то есть конвертация валюты. Опять что-то с законодательством было связано, и там они что-то чудили. Ну, в итоге это принесло еще дополнительную сложность. Далее в WalletOne начались проблемы с выводом средств на банковские карты. То есть для международного формата взаимоотношений, как вы понимаете, сложность вывода средств с платежной системы означает, ну, наверное, охладевание и к тому бизнесу, с которым связана эта платежная система. Ну, в данном случае это проект Whole World, да, скадаем все мы с вами, поскольку если с WalletOne есть какие-то сложности, хотя бы у какой-то категории граждан с выводом средств, ну, у россиян, в принципе, их не было, но вот у зарубежных граждан они все-таки присутствовали. Мы, конечно, организовали для них обменные сервисы, и на PayPal можно было, и что-то еще, вот, но не все ими пользовались, я больше чем уверен, что многие даже свои деньги так с WalletOne и не забрали. Но это отдельный разговор, может быть, потом еще к нему вернемся. Вот. Следующим этапом начались у WalletOne проблемы с приемом банковских карт в USD. То есть это, наверное, было уже финальным таким моментом, когда мы лишились банковских карт, и ни в каком виде, ну, кроме PayPal, мы не могли их принимать. И, кроме того, даже пополнять внутри WalletOne с банковских карт, кошелек в долларах и в международном формате было и есть сейчас невозможно. Ну, и, в общем-то, в совокупности вышесказанного мы начали еще весной прорабатывать почву в направлении поиска новых платежных решений, поскольку WalletOne, хоть и долгое время являвшийся достаточно надежным нашим партнером и единственной платежной системой, с кошелька на кошелек, в который все наши пользователи совершали денежные переводы, вот, но, наверное, настало время найти альтернативу, а может быть и несколько альтернатив, и сделать схему взаимодействия намного более интересной. В то же время необходимо соблюдать и законодательство, как вы понимаете, да, то есть вот здесь стоит очень большая сложность перед всеми всегда, чтобы и легитимно сделать, и удобно сделать, и чтобы еще все это одобрили сами платежные системы. Поэтому мы вели переговоры и подготавливали схему работы до сих пор, и вот сейчас началась интеграция. Собственно говоря, наша с вами конференция, она как раз и связана с тем, что у нас началась интеграция новых платежных механизмов. Многие из вас сейчас пока зашли в личный кабинет, ничего не поняли, начали спрашивать, да, что-то там еще не доделано. Ну, в общем-то, сегодня на конференции я вам постараюсь и рассказать все, как оно должно в итоге будет у нас работать, и что мы такое здесь затеяли. Значит, сразу скажу, что действительно еще не все, что запланировано, реализовано, но на этой неделе, в течение этой недели, наши техники постараются все отполировать, и будет, поверьте, намного более удобнее, чем раньше. Ну, я сейчас вам это, в общем-то, докажу и расскажу подробнее. Итак, о схеме взаимодействия, значит. Значит, было принято решение идти к следующей схеме работы, то есть уходить от централизованного какого-то механизма, а включать в процесс совершения платежей, то есть оказания финансовой помощи, так называемый посреднический сервис, ну, можно сказать, обменный сервис, можно сказать, сервис, который производит финансовую операцию. Ну, в общем-то, Валетван именно таким сервисом у нас и выступал ранее. Но, поскольку Валетван перестал устраивать наши интересы, ничего не остается, кроме как создать свой собственный процессинговый сервис, ну, другими словами, идти к созданию собственной платежной системы. Действительно так. Хотя пока на данный момент мы не говорим о том, что мы открыли собственную платежную систему, но собственный процессинговый сервис уже начал работать. И он, соответственно, начинает работать как посредник, не как компания Howard, как действительно посредник, имея для этого соответствующие лицензии. Ну, и в ближайшее время, я думаю, что и как платежная система мы сможем его представить. Итак, вот такую картиночку мы вам недавно показывали, да, и какие же мы новые платежные системы и в каком виде хотели добавить. Я сразу сейчас и перейду к ним, соответственно. Так, мы закроем это, закроем это. Привязка кошелька. Она сейчас будет выглядеть в ближайшее время вот таким образом. Это я вам сейчас показываю дизайнерские макеты, потому что мы с вами сейчас перейдем еще, попробуем привязать кошелек настоящий и даже зарегистрировать. Я вам покажу, что там внутри происходит. Но смотрите, друзья. Три вот этих платежных системы. Advanced Cash, Pair и OcPay. Это вот платежные системы, которые выбраны у нас на старте как наиболее удобные для всех категорий граждан. И процесс, ну, активация аккаунта мы с вами все прекрасно знаем, там ничего особенно не меняется. Следующий шаг у нас был привязка кошелька, где мы как раз вот и начинали привязывать кошелек валитван. Теперь привязка кошелька фактически будет заключаться просто в указании номера кошелька в той платежной системе из перечня тех, которые доступны будут для выбора, на который вам будут поступать денежные переводы. И как вы видите, у вас уже появляется выбор. То есть, если раньше это был принудительно, добровольно, так сказать, валитван, и хочешь, не хочешь, а вынужден им пользоваться, удобно, неудобно, понимаешь, не понимаешь, да, доверяешь или нет, вот, ну, будь добр, пользуйся валитван. Теперь мы имеем возможность расширяться. Именно за счет новой интеграции. То есть, представьте себе, что кто-то производит оплату с помощью, ну, например, PayPal, да, вот, ну, где-нибудь за рубежом, производит оплату с карты с помощью PayPal, а вы получаете денежные средства на свой кошелек Advanced Cash. Кто-то другой из ваших партнеров в этом сертификате, например, у него указан кошелек Payr, да, он получает перевод свой на 5, там, или на 10, или на 15 долларов на кошелек Payr. У кого-то из вашего сертификата указан OkPay, да, он, соответственно, получает на OkPay. Если вдруг, ну, понятно, что сейчас пока мало у кого еще указаны новые кошельки, пока у всех еще большинства указаны валитван. С валитван мы уже работать прекратили. То есть сейчас уже на валитван ничего поступать не будет. Но если вы не успели привязать сейчас кошелек, там сейчас доступен Advanced Cash, далее появится Payr, дальше будут появляться еще другие способы. Ничего страшного, у вас денежные средства будут накапливаться на так называемом депозите, далее вы их сможете всегда вывезти на тот кошелек, который привяжете. С валитван, как я уже сказал, мы работу уже остановили и далее продолжать ее не планируем. Поэтому если у вас какие-то средства на валитван есть, то можете их там не хранить, можете их спокойно вывезти и начать работать уже с новыми платежными системами. Итак, в зависимости от страны, в которой человек будет заходить на форму привязки кошелька, мы, соответственно, продумаем, какая из платежных систем будет для него наиболее удобна, потому что, например, по-моему, Advanced Cash не жалует граждан в Соединенных Штатах Америки, а вот ОКП и работает с Соединенными Штатами Америки, возможно, мы сюда добавим биткоин. Биткоин работает со всеми странами, никаких ограничений нет, то есть будет. Думали добавить Perfect Money, но поскольку и PR, и Advanced Cash, и ОКП работают с Perfect Money, а сам по себе интерфейс Perfect Money, ну, я считаю, на мой субъективный взгляд, очень даже труднодоступен для средних умов и новичков, поэтому мы решили его как-то сюда не включать. Вот, возможно, здесь будут появляться и другие платежные системы, но вы сейчас увидите, что кроется вот даже под одной иконкой Advanced Cash, и мы сейчас зайдем внутрь кошелька, если вы еще этого никогда не делали, и вы поймете, что это за глаза и за уши вам уже будет достаточно. Итак, очень просто, да, выбираем платежную систему, далее предлагается создать личный кошелек в выбранной платежной системе, кнопочка будет ввести сразу на регистрацию на сайт платежной системы, и после этого указать номер кошелька в соответствующей платежной системе, нажать «Попрятать кошелек». Далее человек будет переходить уже на оказание финансовой помощи, которая, в принципе, особо никаких изменений не претерпела, ну, кроме здесь определенных формулировок, которые теперь здесь не нужны, потому что там мы по вашему распоряжению будем списывать средства, вам нужно пополнить баланс, да, вот здесь ничего такого уже нету. Здесь человек, может быть, даже намного проще уже будет понимать, что он просто совершает оплату в процессинговый центр, и дальше его переводы будут направлены в той сумме, в которой они по списку получателей финансовой помощи заложены, здесь он его сможет посмотреть, на соответствующую платежную систему в зависимости от того, какой кошелек у какого пользователя привязан в личном кабинете, все денежки моментально будут отправлены, да, то есть вот такую хорошую функцию будет служить в процессинговый центр, то есть универсальный такой обменный сервис, да, то есть туда поступила одна валюта, а оттуда вышло сразу 10 других валют. Вот это вот интересно, да, согласитесь. Как будут выглядеть кошельки в вашем личном кабинете? Ну, вот примерно так они должны выглядеть в ближайшие пару дней уже. Ну, понятно, что здесь, может быть, не будет какой-то, например, ОКП мы в последнюю очередь будем интегрировать, сейчас Advanced Cash сначала, Затем ПР, да, ПРП уже у вас здесь привязан, но он привязан только для того, чтобы его использовать в обменном сервисе вот здесь вот. Ну, в общем, вот таким образом вскоре будет выглядеть раздел «Считай финансы» в вашем центре управления. Сейчас там достаточно пустынно, если кто-то заходил, да, и даже после того, как вы привязываете кошелек, он пока что еще не отображается. Ну, это ничего страшного, не переживайте, в течение пары дней у вас уже все там будет, вы все будете видеть. Вот, если вы кошелек Advanced Cash привязали, все, значит, он уже в системе зафиксирован, и переводы уже пойдут к вам на этот кошелек. Если же не зафиксирован, не привязали, у вас пока еще валит вам, ну, ничего страшного, на депозит будут капать вам денежки. Дальше сможете вывести на любую из этих платежных систем. Так, давайте посмотрим, как сейчас это выглядит у нас в личном кабинете. Так, я сейчас посмотрю, нет ли у вас вопросов. Ну, вроде бы нет, да. Так, в личном кабинете. Вот мы сейчас зайдем в личный кабинет. И вот я специально не привязывал ничего пока что. Вот смотрите, да, друзья. Мне сразу в лоб вылезает сообщение о необходимости создать и привязать кошелек. Эта необходимость как раз и вызвана тем, что у меня пока что еще только валит вам был привязан, и я ничего такого не делал. И здесь отсутствует пока что выбор, но написано так вот с издевкой, да, выберите платежную систему, как будто бы здесь должен быть выбор. И, ну, вы уже знаете, что он здесь должен быть, просто пока что еще здесь не добавленная платежная система на выбор. Но они будут обязательно добавлены. Давайте попробуем создать тот самый кошелек. Нажмем Advanced Cash. Вот он, сайт этой платежной системы. Здесь достаточно приятно и понятно все расписано на русском языке. Ну, можно, соответственно, и на других языках. Здесь есть служба поддержки, есть номер 8800. Где, в какой платежной системе вы такое видели, да? Ну, мало где. Здесь выпускаются банковские карты. Ну, об этом немножко нюанс тут будет. Я сейчас расскажу. Ну, давайте создадим аккаунт. Какой счет вы хотите создать? Нас интересует персональный кошелек, то есть не бизнес-аккаунт. Бизнес-аккаунт нужен компаниям. Мы с вами частные лица. И, соответственно, будем создавать личный кошелек. Здесь просят указать имя на английском языке, то есть на латинице. И, соответственно, мы это и будем делать. Так. Ну, вот. Будем так, да, писать. Вы пока ничего не делайте. Я вам просто покажу сейчас, как это выглядит с точки зрения верифицированного аккаунта и с точки зрения неверифицированного аккаунта. Так. И сюда. Вот, как-то там сделаем. И нажмем зарегистрироваться. Вот, смотрите, да, уже я успешно зарегистрирован. Сразу же. И мне тут с чего начать предлагают. Можно пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всему функционалу. Но на самом деле это не совсем обязательно. Но сейчас я вам подскажу, какие ограничения. Настроить безопасность или сразу перейти к работе. Вот написано, да, то, что без верификации вы сможете пополнять свой счет только через терминал оплаты, обменные пункты и получать переводы от других пользователей. То есть, ну, в принципе, для того, чтобы получать переводы, этого достаточно. При этом ограничений на вывод средств нет. Да. Вот. На что же есть ограничения? Ну, давайте посмотрим. А. Ну, давайте сразу вот так вот. На пополнение, смотрите, друзья, да, вот. Вот это все серое. Пополнение банковскими картами, пополнение банковскими переводами, оно доступно только для верифицированных пользователей. Вот здесь, ну, соответственно, вот Яндекс.Деньги, Киви, Пайза доступны для верифицированных пользователей. Те способы оплаты, которые цветные, они уже доступны прямо сейчас. Вот. Но, это ладно, мы с вами потом посмотрим на верифицированном аккаунте. Как пройти верификацию? Ну, вот мы нажимаем, и нам предлагается три пункта верификации. Первый – номер телефона. Ну, здесь надо достаточно ввести свой номер телефона мобильного, нажать «Верифицировать», вам придет смс, вы видите код, и он моментально будет подтвержден. Далее – паспорт. Ну, здесь подойдет или паспорт, или водительское удостоверение с обеих сторон. Вы загружаете копию удостоверения, и, в принципе, все. Очень даже быстро здесь все верифицируется. Адрес. Здесь много всего написано, что можно загрузить. Но, в то же время, самое простое, я вам рекомендую загрузить страницу с пропиской, которая в вашем паспорте. То есть, никаких там счетов, коммунальных услуг не копировать, а просто страницу с пропиской сканируете, и она подходит, вам быстренько адрес верифицирует. Все. Соответственно, все эти три пункта, когда пройдете, у вас аккаунт станет верифицированным. Ну, давайте мы сейчас... Кошелек, да? Вот какой кошелек? Вот он, номер кошелька. Долларовый. Вам нужен долларовый кошелек. Начинается он на букву У, и дальше здесь 12 цифр. Ну, в общем-то, как и в Вайдет Ван, 12 цифр, но... Копируйте их и вставляйте. Я сейчас выйду. Войду в... Верифицированный аккаунт. И мы с вами посмотрим, как это выглядит глазами верифицированного пользователя. Смотрите. Самое главное, то, что доступно верифицированному пользователю, это возможность заказывать банковские карты. Видите, здесь она уже заказана и доставлена. И пополнять счет банковскими картами, ну, в общем-то, без ограничений. Да, вот все, что было серенькое, здесь оно есть уже как не серенькое. Поэтому, смотрите, на данном этапе вопрос сразу у многих, да, а будет ли оплата банковскими картами. Друзья, способ оплаты банковские карты у нас будет выглядеть сейчас следующим образом. То есть, когда человек нажмет на кнопку «Оплатить Visa MasterCard», ну, если это будет только не PayPal, конечно, да, то есть PayPal будет, как и раньше, работать. А если он нажмет «Оплата Visa MasterCard» или «Карточка МИР», уже дополнительно здесь появляется наша новая платежная система российская, то ему откроется пошаговая инструкция. Для того, чтобы провести оплату с помощью банковских карт, Visa MasterCard или МИР, пожалуйста, следуйте данной инструкции. Первый пункт – «Откройте счет платежной системы Advanced Cash». То есть, если он у него уже открыт, что будет, скорее всего, да, то он переходит сразу к пункту 2. Пополните свой счет Advanced Cash с банковской карты. Для этого на сайте платежной системы Advanced Cash перейдите в раздел «Пополнение счета», укажите необходимую сумму в USD и следуйте по сказкам системы. Вот примерно так это будет выглядеть, да, но помним. Давайте мы сюда и перейдем. Здесь мы выбираем USD. Здесь мы… Сколько нам? 100, наверное, долларов, да, надо, поскольку… Кстати, большое преимущество в том, что переводы внутри Advanced Cash не облагаются комиссией. Это очень круто, и мало сейчас платежных систем таких, которые не взимают комиссию за переводы с кошелька на кошелек. Например, Payer постоянно взимает, да, там… Что там, WebMoney взимает, Яндекс взимает, Киви не помню, вот, ну, в общем, PayPal взимает, все плохо, да, а вот здесь все хорошо, потому что и комиссии, смотрите, не 5%, как у нас с вами было, когда работал WalletOne, да, грабительские 5% там стояли, а здесь уже 2,95. И причем здесь пополнение работает не только из России, здесь могут пополнять граждане всех тех самых стран, с которым разрешено здесь иметь аккаунт. Ну, как я уже сказал, это большинство стран в мире. Если мы нажмем «Пополнить», ну, например, визу, да, то есть у нас в итоге получилась комиссия 3,04. Странно, почему она 3,04, но, наверное, там какая-то фиксированная комиссия еще сверху. Вот, пополняем, и сумма к зачислению 100 долларов, максимальная сумма пополнения вашего счета в день с любого количества карт составляет 2000 долларов. Ну, согласитесь, более чем достаточно, да, для нужд ваших. Дальше, и при первом, при первом пополнении здесь будет нужно пройти верификацию карты. Ну, в общем-то, это требуется везде, во всех нормальных платежных системах для избежания фрода, ну, то есть для избежания мошеннических операций, то есть ворованных карт и так далее. Вот, здесь написано ограничение, то, что можно будет использовать только карты, выпущенные на ваше имя. Ну, понимаете, для чего верификацию проходили, да, то, чтобы можно было сравнить вашу карту, ваше имя в аккаунте. И виртуальные карты, карты без имени не принимаются. Также можно использовать только карты, выпущенные в стране, указанные в вашем профиле, то есть это про верификацию адреса, опять же, да. Карты, выпущенные в других странах, приниматься не будут. То есть здесь все идет по верификации. Если вы впервые используете данную карту для пополнения, вам нужно будет пройти несложную верификацию. Для ее успешного прохождения понадобится цифровая автокамера, карта, с которой вы хотите пополнить счет, а также удостоверили личность из фотографий. Вот, и они говорят, что отправят вам письмо с подробными инструкциями, в письме будет ссылка для быстрой процессовой загрузки изображений. Ну, я так понимаю, что вам просто предложат сфотографироваться с документом вашим и карточкой в руках и прислать им это фото. То есть для того, чтобы они понимали, что вы действительно, это вы, совпадаете с тем, кто изображен на вашем паспорте, и таким образом вы свою карту верифицируете раз и навсегда, и далее сможете с нее пополнять без ограничений, ну, с ограничениями до 1000 долларов в день. Вот, если же вы пополните, но не захотите проходить верификацию, то платеж будет отменен, написан, да, и может занимать до 14 дней. Вот, такая история с банковскими картами, но один раз ее верифицировав, дальше уже не будет никаких проблем. И, как вы понимаете, помогать своим партнерам здесь у активных спонсоров будет очень большая вотчина, потому что, ну, у них карты будут уже верифицированы, в какой бы стране они ни жили, да, они могут легко пополнить, перевести ему нужную сумму, быстренько с ним рассчитаться любым способом и таким образом помочь ему оказать помощь. То есть, если же этот человек самостоятельный, то он и сам имеет достаточно желание сделать это все очень просто. Вот. Это то, что касается карточек Visa. То, что касается прямой оплаты с PayPal, она также у нас планирует продолжать работать. Соответственно, это будет с помощью обменного сервиса, так же, как это работало и с WalletOne, но это будет пополнение процессингового сервиса уже в платежной системе в Advanced Cash на сумму 100 долларов, с комиссией 5, то есть с PayPal в 105 моментально переходит человек к оплате. И так же, как и раньше, модерацию проходит платеж, как правило, в течение нескольких минут, ну, или нескольких часов. Вот. И сумма поступает, финансовая помощь считается оказанной. Вот так все просто и легко будет происходить. Вот. Но мы вернемся в Advanced Cash сейчас. Итак, какие еще способы пополнения здесь присутствуют? Так, одну секундочку, я приду сюда. Так, почему выбрали систему, которая работает не во всех странах? Смотрите, Алекс, это не одна система, да, как я уже сказал, их будет несколько. Платежных систем будет несколько. К сожалению, нет такой платежной системы, которая работала бы со всеми странами и одновременно при этом поддерживала бы наш вид бизнеса. Вот. Только из-за этого, понимаете? Вот. В конце концов, я сказал, выберем биткоин. Биткоин работает во всех странах. Дадим на выбор, кого не устраивают эти платежные системы, пусть работают с биткоином. Ну, посмотрим. Так, кнопка зарегистрироваться не срабатывает у кого-то. Ну, давайте потом с этим разберемся, пока непонятно, что там у вас не срабатывает. Дальше. Так, Swift Wire Transfer – это банковский перевод, то есть простой банковский перевод в долларах, можно пополнить счет, ну, или в рублях. Вот здесь валюта выбирается, давайте доллары мы сразу поставим, чтобы избежать недопонимания. СЭПа. Я не знаю, что это за платежная система, думаю, какая-то европейская, раз евро здесь изображено. Ну, я думаю, что мы с вами каждую платежную систему вообще разберем, которая здесь присутствует, и я думаю, что мы там еще много всего интересного найдем, много интересных способов. Так, Payer. Payer – всем известная платежная система, мы ее даже не будем сегодня рассматривать, просто о ней упомянем вскользь. Биткоин. Ну, про биткоин можно даже лишнего не говорить, да, все прекрасно знают, что такое биткоин и насколько он сейчас перспективен, популярен, поэтому биткоин как способ оплаты, как способ пополнения кошелька Advanced Cash, ну, идеален, да. Вот, причем здесь комиссия даже 0%, по рыночному курсу здесь все идет. Так, Exmo, ну, это тоже криптовалюта, биржа, я так понимаю, не сильно не разбирался пока в них, но оно здесь присутствует. Можно пополнить с Яндекс.Деньги? Ну, хорошо, да, почему бы и нет. Можно пополнять с Perfect Money? Прекрасно. Причем комиссия 0%, то есть с Perfect Money 1 к 1 идет оплата без какой-либо комиссии. Здесь, если помните, у нас с вами было 5% для пополнения WalletOne, а здесь 0%, это очень конвертируемая валюта. Ну, я имею в виду Advanced Cash, PR и так далее. С кошелька Kiwi можно пополнить без проблем, моментально. Смотрите, все моментально, да, не надо ждать. С кошелька Paisa можно пополнить моментально. Моментально. 2,95 плюс 30 центов. Прекрасно. Эпезы. Не знаю толком, что за платежная система. Эпэй тоже не разбирался, и Экоин, к сожалению, тоже не разбирался, но и какая-то европейская платежная система. Обязательно с ними разберемся. Дальше, что интересно, друзья, можно пополнять наличными. В России, Украине и ОАЭ. В других странах написано, что пока что еще партнеров нет. Вот, но, допустим, Россия и Украина, вот для России, да, можно пополнить рубли, можно пополнить доллары. Нас интересуют доллары, комиссия будет 2%, это за наличку. Ну, или за рубли, можно пополнить тоже рубли, поменять на доллары, тоже это все можно. Здесь есть контакты, с кем связаться для того, чтобы вы получили инструкции о том, как вам в вашем городе пополнить за наличку ваш кошелек. Телефоны, все мессенджеры, все есть, прекрасно работаете. Кому не устраивают карты, связывайтесь, пополняйтесь за наличку. Огромное количество обменников. Вот это просто прекрасно. Здесь прям есть у вас все, что надо. Возьмем Western Union, который во всех странах вообще. Вам надо, допустим, 100 долларов. И вот вам сразу тут куча обменников, которые работают с Western Union. Но про обменники мы сейчас еще с вами поговорим. Это те, что здесь уже указаны. И дальше. Мобильные телефоны. То есть пополнить с баланса мобильного. Без проблем. Пожалуйста, указывайте номер, ну номер тот, который верифицирован у вас, я так понимаю. И дальше уже поехали. Ну, наверное, все-таки он-то у нас один. А вы сами должны определить, в каком операторе он находится. Здесь нажмете «Пополнить». И вам будет выставлен на счет телефона, на счет будет выставлен, вам придется смс-ка, сделайте, у вас баланс моментально пополнится. Как вы видите, огромное количество способов. Здесь есть фильтр для различных стран, чтобы вам не блуждать и все из них не просматривать, если вы не знаете, что это такое. Давайте посмотрим про перевод средств. Как и куда можно перевести или вывести деньги. Понятно, что можно перевести на счет другого клиента. Advanced Cash, то есть просто внутренний перевод между кошельками. Это возможно. Можно на банковскую карту. Ту самую банковскую карту, которая здесь может быть заказана. На данный момент она может быть заказана не всеми пользователями, а только пользователями в пределах зоны Европейского Союза, по-моему. Такая вот новость пришла, мы к ней еще потом придем с вами. Она здесь заказана. Она была заказана ранее. Сейчас для россиян карты не заказываются. Но в этом никакой проблемы абсолютно нет. То способов вывода средств предостаточно. Можно выводить на банковскую карту не на карту Advanced Cash, а на вашу банковскую карту, выпущенную любым другим банком. Например, переводы на карты российских банков. Вот вам, пожалуйста, комиссия 3% плюс 50 рублей на карты Казахстана и международные переводы. То есть это международные банковские карты в других странах выпущенные. Пожалуйста, нажимаете, указываете. В некоторых странах вывезти нельзя, но эти страны, кроме США, как правило, те страны, которые везде указаны. Вот, ну, по неблагоприятной обстановке просто там и по санкциям. В общем, прекрасные способы вывода. Ну, бразильский локальный банковский перевод мы не будем рассматривать. В электронную валюту. Пожалуйста, смотрите, да, сколько здесь электронных валют у вас. Можете на Perfect Money, можете на Payer, можете на Kiwi, на Bitcoin, Ethereum. В общем, это то, что здесь есть. Ну, и, конечно же, на e-mail это, опять же, отправить кому-то другому. В наличные, пожалуйста, точно так же, как пополнить наличному, точно так же можно вывести в наличные. Пожалуйста, контакты указаны, связывайтесь, вам сообщают инструкцию о том, как, куда, чего перевести, где получить. Ну, и обменники, обменные операции выбираете, куда хотите. Ну, например, на PayPal хочу, да, и начинаю искать. Вот вам обменники, которые вам готовы предоставить за 3,5% буквально PayPal в обмен на Advanced Cash. То есть, без проблем, да. Вот, но, смотрите, я на самом деле рекомендую всем использовать мониторинг обменников, BestChange, и мы, безусловно, сделаем на него ссылки в различных способах оплаты. Ну, например, сделаем Western Union кнопку, да, она будет популярна, безусловно, все будут нажимать на Western Union, и мы точно так же, как вот здесь вот написали на карте Visa MasterCard, мы напишем, что откройте счет в платежной системе Advanced Cash или, например, Payer или PerfectMoney, да. Далее, перейдите на сайт мониторинга обменных сервисов, выберите здесь, где у нас, Western Union, то есть, хочу отдать Western Union, и хочу получить, я, что, ну, PerfectMoney могу, но не хочу, хочу, где у меня Advanced Cash? Вот, вот он Advanced Cash, хочу получить за Western Union, вот, пожалуйста, тут у вас 4% комиссии, пополняйте хоть на 50 тысяч долларов, без проблем вообще, но я вам скажу, что это еще даже большая комиссия, потому что я сегодня днем здесь заходил, здесь один к одному были. Ну, это мониторинг, он постоянно, курсы постоянно меняются, кто-то хочет купить дорожек, он дешевле, то есть, вот, PerfectMoney дешевле, видите, да, что-то еще там, Payer будете, может, тоже будет дешевле, то есть, вот. Ну, в итоге здесь всегда можно найти с любой платежной системы, включая ваши любимые Сбербанки, Альфа-банки, Тиньковы и так далее, все, что касается России, ну, и другие здесь платежные системы есть. В общем, BestChange – это то самое место, где есть смысл вам всегда мониторить курсы обменные, наполнение на вывод средств, и мы сделаем подсказки. Вот, то есть, как я уже сказал, идите на пунктом вторым, обратитесь к мониторингу обменников, выберите обменный сервис, пополните свой счет Advanced Cash, например, за Western Union, и пунктом три, после того, как ваш счет будет пополнен, возвращайтесь сюда, в личный кабинет Whole World и производите оплату, используя способ Advanced Cash. Вот, все очень просто и понятно. Так, 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 вернемся пока сюда. Ермек просит, сделайте, пожалуйста, чтобы можно было привязывать киви-кошелек. Самый простой, менее замороченный для людей, чем Advanced Cash, популярен в наших странах СНГ. Смотрите, Ермек, тут все дело в том, если киви-кошелек будет свободно конвертироваться из Advanced Cash, то есть мы для себя, вы должны понимать, что мы для себя, процессинговый центр основными платежными системами выбирает Advanced Cash, ну, может быть, Payer, да, вот они, две основные платежные системы. Соответственно, дальше уже внутри них идет все операции. Если, например, поставить киви, то это, по сути, что получается, что человек просто будет не сам выводить средства с Advanced Cash, а мы ему будем выводить средства с Advanced Cash в киви, да еще и конвертировать при этом в рубли, удерживая определенную комиссию там, да, и так далее, так далее, согласно курсов и комиссии на вывод. То есть, безусловно, мы это можем сделать и, вероятно, в будущем так и сделаем для того, чтобы обеспечить интерес как можно большего количества граждан, чтобы, может быть, даже и думать вообще не приходилось, да, просто вот тыкнул киви, знаю киви, тыкнул киви, и все, расти все мхом, да, буду получать в рублях, сколько теряю, мне, в принципе, без разницы, думать не хочу, да, да, пожалуйста, сделаем, вот. Для тех, кто не хочет терять на комиссиях и кормить какие-то посреднические обменные сервисы, тот выбирает Advanced Cash и работает с ним, ну, если, конечно, ему позволяет география, там, ограничений по странам. Вот, кто, может быть, биткоин уважает и хочет зарабатывать в биткоинах и хранить деньги в биткоинах, потому что там они то растут как на дрожжах, то не растут, вот, то он выбирает биткоин. Но здесь у биткоина тоже своеобразная есть такая особенность, это то, что за каждый денежный перевод там есть определенная комиссия, причем комиссия достаточно высокая, она измеряется не в процентах, а в долларах, например, да, то есть один доллар, готовы вы платить комиссию один доллар за перевод пять долларов? Нет, поэтому нужно будет что-то придумать. Вот, то есть мы сейчас только начали это направление, но оно, как вы видите, имеет большие перспективы. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами здесь обустроим все очень-очень вкусно и удобно для абсолютно всех категорий граждан. Даже если на сегодняшний день, вот, опять же, войдем... О, мы хотели же привязать кошелек, ну, давайте мы его привяжем. То есть вот я копирую кошелек, вставляю сюда, нажимаю привязать. Ну, вроде бы как привязался, да, хотя, вот, как я уже сказал, здесь ничего не видно. Вот, но будет, будет оно вот так вот скоро выглядеть, не переживайте. И все, на этом, в общем-то, все мои сложности завершились, могу продолжать работу. А как выглядят способы оплаты сейчас? Ну, давайте пойдем, например, в бизнес-автомат, где быстрее всего найти способы оплаты. Вот как сейчас выглядят способы оплаты. Понятно, друзья, что это очень небольшой перечень, да, которые мы здесь вывели. Это просто те способы, которые сразу напрямую даются в мерсенции Advanced Cash. Ну, среди них есть тот же самый биткоин, Perfect Money и вот куча вот этих вот непонятных пока что мне и многим из вас, наверное, способов оплаты. Ну, а сам Advanced Cash, сам Payer, они здесь присутствуют. Уже в ближайшие пару дней мы, как я и обещал, выведем сюда привычные все кнопки, которые были у нас раньше. Не буду сейчас показывать, какие у нас они были, но помните, там и Visa Mastercard, и Paypal, и банковские переводы. В общем, Kiwi, Яндекс, да, вот это все, безусловно, будет. Здесь кнопочки, на всех кнопочках будут инструкции, и каждый эти инструкции сможет вразумить и прочитать. Ну, а от вас, как от спонсоров, конечно, потребуется на данном этапе сейчас самостоятельно, в первую очередь, создать кошельки в этих платежных системах, если у вас еще их пока не было, изучить их. Так, вот давайте мы здесь сейчас без ссылок, пожалуйста, да. Вот, все эти моменты, если будут вопросы, можете решать через службу поддержки, через оператора, через наши группы в социальных сетях, через чаты. Здесь все, как бы мы вам пойдем сейчас навстречу, и сами вместе с вами во многих моментах даже будем учиться, потому что, как я уже сказал, некоторые платежные системы я впервые вижу. Но я больше чем уверен, что они из себя тоже представляют вот такой вот кладезь полезных направлений для финансовых операций, как, например, Advanced Cash. Я не знаю, надо было, наверное, раньше нам тоже со Advanced Cash уже начать строить взаимоотношения, но, ну, ладно, лучше поздно, чем никогда, поэтому все, что не делается, все к лучшему. Так, давайте сделаем следующим образом. Вот вопросы сейчас свои пишите сюда в чат, а я пока что займусь розыгрышем призов, и сейчас вам дам ссылочку. Ссылочку на регистрацию в розыгрыше призов, все, кто сейчас здесь присутствует, смогут это сделать, а разыгрывать мы будем призы на сумму более 250 долларов сегодня, как часто мы это делаем. Три места в системе бизнес-автомат на один месяц, пять уникальных ссылок .ru и десять пятидолларовых пин-кодов мы с вами разыграем. Я скину ссылочку сейчас. Так, в общем, переходите сейчас по ней. Я не робот. И авторизуйтесь в личном кабинете Whole World, далее вы должны автоматически попасть в состав участников розыгрыша. Ну, и спустя несколько минуточек я закрою регистрацию. Все, кто не успел по этой ссылочке пройти и регистрироваться, ну, уж извините, нужно было присутствоваться на сегодняшней конференции. Так, ну, а пока что вы регистрируетесь, друзья, пожалуйста, давайте, давайте вопросы. Я уверен, что они есть, может быть, есть какие-то пожелания, может быть, есть возмущения, негодования, да, хочу с Валет Ван работать, верните все, как было, там, не знаю, все, что угодно. Давайте пишите. Попробую сейчас разобраться с вашими мнениями и вопросами. Если, конечно, они остались, ну, думаю, что их много, просто их надо сформулировать, да. Пока что идет регистрация на розыгрыш призов, я регистрироваться не буду, а вы, пожалуйста, регистрируйтесь. Так, сейчас попробуем посмотреть, сколько вас там регистрируется и вообще работает ли ссылка. Да, ссылочка работает и кто-то регистрируется. Уже 30 человек в составе с участием Владислава Фролова в том числе и знакомые все лица. Ну, что ж, здорово. Так, вот вопрос от Ирины Агаповой. Я смогу со своей карты Advanced Cash пополнить кошелек Advanced Cash своего реферала? Слушайте, Ирина, я так понимаю, что вы свой кошелек со своей карты можете пополнить, а вот кошелек реферала сможете пополнить путем перевода тех средств со своего счета, которые пополните со своей карты. То есть такая двойная операция, да. Но смысл получается тот же самый, что в итоге со своей карты вы пополните кошелек своего реферала. Вот такая вот история. Как теперь привязать кошелек? Раньше был привязан, а теперь даже не знаю, где это сделать. Ну, приехали. Вроде как только что я вам показывал, как его привязать. Когда вы заходите в свой личный кабинет, сейчас, если у вас кошелек не был привязан, то у вас должно открыться вот такое вот окошко. Ну, там пока что только Advanced Cash будет. Дальше появятся и другие платежные системы. Но если сейчас у вас этого окошка не появляется, то это может означать только одно, что вы уже привязали кошелек. Не получается зарегистрироваться на Advanced Cash у Александра Макарова. Александр, вы из какой страны? Через обменники получается без верификации. Можно быстро пополнить ADV. Да, да, Ирина, совершенно верно. Best Change, любой обменник моментально меняют. Хоть там со Сбербанка платите, хоть наличкой отдавайте. Это очень высококонвертируемая валюта. Не то, что Вольтлан, которого не было практически ни в одном обменнике. В1 отвязывать не надо. Не надо. Не переживайте. Все, что связано с В1, оно ушло в небытие. Мы сами там все сделаем как надо. Вам об этом заботиться не нужно. Все нормально. Зарегистрировал кошельки. В течение какого времени проходит верификация? Документы отправила? Ну, как правило, в течение суток. Если вы отправили вечером, может быть, на следующий день. То есть там тоже живые люди работают. Но ребята работают там действительно быстро. Знаете, не то, что там Вольтлан, не знаешь почему, но, видимо, они любят свою работу и хотят зарабатывать деньги. Поэтому нам с ними по пути, и мы будем с ними работать. Этого окошка нет, говорит Александр. Значит, вы уже его заполнили и сами того не заметили. Дождитесь, пожалуйста, пока у вас появятся вот эти кошельки, отображаться. Их сейчас просто не видно техники, не успели их вывезти. Они выведут завтра или послезавтра. Вы все увидите, сможете все кошельки привязать, которых у вас нет, выбрать, куда вам зачислять переводы, и все будет хорошо. Сейчас, пожалуйста, не переживайте по этому поводу. Вы, безусловно, никуда не опоздаете. Способов активации, когда введут пин-код. Владислав, мне техники сообщили, что уже ввели. Пожалуйста, проверьте этот вопрос и можете даже прямо сейчас это сделать. Вот, только что они мне сообщали до конференции, что все ввели. Россия, Самара. Ну, в принципе, препятствий для регистрации у вас в Advanced Cash быть не должно. Не могу сейчас вам ответить, по какой причине у вас это не получается сделать. Может быть, даже не знаю, что может быть. Может, вы чего-то там не нажимаете. Можете мне в личку написать после конференции, мы с вами посмотрим. Так, старайтесь себе отправки фото на верификацию, чтобы уголки паспорта были вредны. Ну, вот придирались к Ирине, да? Возможно. У меня, Ирина, придирались к тому, что разрешение скана было низкое. Я его уменьшил там специально, но оказалось, что зря. Вот, потом отправил в нормальном разрешении, все быстро прошло. В каком разделе можно найти привязанный счет? Нельзя пока, что его ни в каком разделе, Юрий, найти. Будет можно найти в разделе «Центр управления». Александр, ну, не могу сейчас вам ничего ответить. Давайте, может быть, в личке свяжемся, да? Что-то у вас с этим, с программным обеспечением с вашим явно. Или, может быть, у вас этот... Может, вы используете прокси американского какого-нибудь IP-адреса, там этот... В общем, через американский IP-шник, может быть, сидите, да? И вам просто не дают зарегистрироваться, потому что думают, что вы враг. Без верификации финансовая помощь будет поступать на кошелек? Да, да, будет. Вам... Я читал, что на вывод никаких препятствий неверифицированных кошельков не имеет. Неверифицированные кошельки имеют ограничение только на способ пополнения. Илья Дорофеев. Мой вопрос вообще дошел. Ну, может, я его пропустил. Хотел спросить насчет карт. Я так понимаю, их скоро будут убирать. Придется, получается, выводить на свою карту, она у меня дебетовая и без имени. Что делать в данном случае? Да, давайте этот вопрос. Смотрите, ну, во-первых, Илья, выводить вы можете на что угодно, как я уже сказал, да? Вы можете выводить на WebMoney, можете выводить на Kiwi, можете выводить на свой банковский счет. Обменников огромное количество. Налички, в конце концов, можете получать. Вот. Было бы, что выводить, как говорится. Вот. Но если вас интересует вывод именно на карту, то что делать в данном случае? Ну, возьмите вы себе, да закажите в банке нормальную именную карту. Ну, что в современном обществе это, по-моему, вообще не проблема. Через несколько дней у вас будет именная карта. Есть бесплатные карты. Я уж не буду рекламировать вам, но найдете, я думаю, вариант. Сейчас нет никаких проблем. Так, а вот что касается вообще... Этого самого новостей. Вот они самые новости. Смотрите, друзья. Ну, новость про снижение комиссии. Все хорошо, конечно. Что такое? Но нас интересует другая. Смотрите, вот она, 9-го числа новость. Важная информация о карточной программе Advanced Cash. К сожалению, сообщаем, что система MasterCard с сегодняшнего дня запретила нашему карточному эмитенту... Здесь название. Вейв Крест Холдинг. Выпускать пластиковые виртуальные карты для жителей стран, не входящих в европейскую экономическую зону. Новые карты Advanced Cash для стран, не входящих в зону, ту самую европейскую, на данный момент не выпускаются. А ранее выпущенные карты, ну, вот эти вот, да, которые были выпущены ранее, 9-го октября, для стран за пределами европейской зоны будут работать еще 90 дней, после чего будут заблокированы. То есть до января, там где-то, до начала января. Мы работаем над тем, чтобы, несмотря на эти изменения, обеспечить работу карточной программы в некоторых странах, где у нас наибольшее количество пользователей. Ну, конечно же, это те самые страны СНГ, как вы понимаете, да? Вот. И о результатах этого процесса мы сможем сообщить позже. Я уверен, что Advanced Cash и Payer, который тоже пострадал от этого решения MasterCard, то есть у Payer тоже карточки пострадали, они найдут решение, то есть, безусловно, они его найдут, будет большое количество, мне кажется, желающих заработать вместе с ними на выпуске карты, они это сделают. Вот. Может быть, там какие-то дополнительные требования появятся с квалификацией, а может быть, не появятся, но думаю, что без проблем все это у них будет работать. Так, вернемся. Что у нас с розыгрышем зарегистрировано? 41 человек. Ну, дадим еще минутку. Так, что еще тут? Пропустил. Да, вот, если кто-то живет в Европейском Союзе, то для них проблем с картами, для заказа карт нет, кстати, да? То есть тут уже как-то так один на один называется, да? То есть, когда мы с Валютлан работали, то все было для граждан России, там, и ближнего зарубежья. А сейчас получается, что для европейской зоны карточки есть, а для нас с вами нет. Ну, для меня это не является никаким препятствием, думаю, что для вас тоже. Так, в Италии у вас с этим туговато? Да, Илья, ну, как вам уже сказали, ну, закажите вы эту самую карту Advanced Cash, в чем же проблема? Италия же входит в европейскую зону. Ну и закажите, нет никакой проблемы. Ну что, давайте приступать к розыгрышу. Я, значит, даю вам сейчас ссылочку на ту самую страничку, где можно увидеть участников. Так, я потерялся. В общем, Илья, почему-то снять деньги не могу. Там есть какие-то лимиты на снятие, вот тут тоже в новостях писали. Не знаю, где, но где-то писали там какие-то лимиты. Напишите в службу поддержки, они вам все скажут. Ну, как бы будьте просто коммуникабельны. Так, я пишу ссылку на результаты розыгрыша. И вы ее здесь сейчас увидите. Можете перейти по ней. И буквально через несколько секунд я розыгрыш остановлю. Так, мы закрываем регистрацию на розыгрыш. И мы запускаем розыгрыш. Розыгрыш успешно завершен. А теперь тот, кто перешел по этой ссылочке, еще раз ее обновляет. И мы с вами видим призеров. Я сейчас их озвучу. Итак, Вера Трикова получает одно место в бизнес-автомате. Дмитрий Капасов получает 5-долларовый пин-код. Алексей Иванов получает уникальную ссылку. Станислав, не дядька, получает 5-долларовый пин-код. Так, Галина, Наталья. Умели принести пин-код. Юрий Жариков уникальную ссылку. Михаил. Может быть, 5-долларовый пин-код. Татьяна, соответственно, с той же фамилией, место в бизнес-автомате. Юрий Бондаренко, пин-код. Сергей Воронцов, пин-код. Надежда Мироненко, бизнес-автомат. Инесса Токарева, пин-код. Светлана Санина, уникальную ссылочку. Василия Мироненко, пин-код. Елена Шерченко, уникальную ссылку. Люсин Тадовасян, пятизур, пин-код. Ирина Кушнир, уникальную ссылку. Из Канады, Виннипек. Уходит уникальная ссылка на вам. Вот такие призы. В общем-то, все остальные, кому сегодня не повезло с призами, приходите на следующие вебинары. Они у нас сейчас будут почаще, потому что нужно будет, наверное, освещать всякие разные интересные моменты. И дополнение, которое мы будем вводить и разбирать платежную систему вместе с вами, что-то новенькое, да? Ну и в конце концов, и юбилей у нас с вами очередной. Скоро уже. Вот постараемся к нему уже все завершить, отполировать. И чтобы у нас было все замечательно. Поздравляю тоже всех с призами. Если, друзья, у вас остались вопросы по сегодняшней теме, пожалуйста, ну, наверное, можете даже еще раз посмотреть эту запись, она сейчас появится на нашем канале YouTube. Осмыслите все, зовите счет в Advanced Cash, привяжите его к своему аккаунту Whole World, пройдите верификацию, попробуйте пополнить банковской карты. То есть вот все это сделайте в первый раз. Сделайте это в первый раз, у вас появится пища для обсуждения, размышлений, вопросов и так далее. Вот, но режиме такое, что, согласитесь, это намного круче, чем WalletOne. Если вы согласны, ставьте плюсики, и все будет здорово. А если не согласны, можете написать, что это не круче, чем WalletOne. Вот, в общем-то, я на этом сегодня завершаю эту конференцию. Говорю вам всем спасибо, огромную благодарность за то, что вас сегодня так много. Ну и желаю вам очень быстро разобраться со всеми нововведениями, а нам желаю очень быстро все это отполировать, чтобы как можно меньше вопросов у новичков возникало. На этом всем до свидания и до скорых встреч. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...